Здание с нулевым потреблением энергии Понимают все, что вот сразу трудно достичь такой цифры, чтобы было здание с нулевым потреблением энергии в годовом цикле А есть понятие здания с близким к нулевому энергопотреблению И вот оказывается, что у нас в Москве существуют не просто такие здания, но существуют даже целые поселки, совершенно замечательные в этом плане Так, здание с нулевым потреблением энергии в определении, что в течение годового цикла оно и потребляет энергию, и вырабатывает, так что в балансе это нуль А здание с нулевым энергопотреблением Вот, например, здание с около нулевым энергопотреблением в Дании 20 кВч на метр квадратный, ну, в течение отопительного периода Это включая и отопление, и горячее водоснабжение В России у нас сегодня норма 95, так, в Москве на отопление и на горячее водоснабжение 105, получается 200 в два раза больше А фактическое потребление еще больше, как показывает За счет чего достигается переход к зданиям близким к нулевому энергопотреблению или к нулевому за счет применения высоких технологий и применения альтернативных источников Вот примеры зданий с нулевым энергопотреблением Первое здание в Северном Извайлово Мы делали для них проекты, там три здания И вот, что здесь? Первое, что было заложено, это поквартирная система механической вентиляции с утилизацией тепла Естественно, сегодня при той теплозащите у нас основные потери идут за счет вентиляции Есть постановление уже о том, что повсеместный переход на механическую вентиляцию Второе, здесь было автоматизировано индивидуальные тепловые функции Но программа работы их была специально нами разработана, которая оптимизирует потребление энергии Третье, поквартирные горизонтальные системы отопления То есть для каждой квартиры свое отопление можно регулировать и можно считать Четвертое, это известное оснащение всех приборов термостатическими клапанами Термическое сопротивление было увеличено до 4,5 от ограждающих конструкций А окон до 0,9 В результате, видите, получилось, что потребление этих зданий 25 кВт на метр квадратный в отопительном периоде То есть это твердо здание почти с нулевым энергопотреблением Второе, в Никулино Мы это здание сделали лет 10 назад Там были впервые приведены тепловые насосы по теплу Земли И эти тепловые насосы позволили покрыть все расходы на горячее водооснабжение А вы все знаете, что расходы на горячее водооснабжение в годовом цикле равны расходам также на отопление здания То есть вот таким образом Дальше здание по красно-студенческому проезду тоже было сделано идеологически нами А ВОКом, я имею ввиду, выполнял работу термек Наума Александра Лаврентьевич Здесь применили не просто индивидуальную подквартируную механическую систему вентиляции Но были еще целый ряд мероприятий В том числе забор тепла на вентиляцию из лодж И вот что оказалось, что жители платят за отопление в этом доме в три раза меньше, чем в аналогичных многоэтажных жилых домах И эта ситуация продолжается уже более восьми лет Так что это тоже можно считать здание Теперь с около нулевым энергопотреблением Теперь я хочу вам показать поселок Который находится под Москвой Который сделал молодой архитектор, ему 40 лет Федор Арзаманов Он построил уже много коттеджей, он специализируется Когда он строил этот поселок, он стремился сохранить ту архитектуру Которая, ну мы называем, сталинского периода В общем, довольно красивая, как вы видите И внутри все хорошо Первое, что было поставлено Эта форма здания должна оптимально учитывать положительное влияние климата И нейтрализовывать отрицательное влияние климата Вот что за солнечное положительное Вот пример, когда, например, в летнее время Это фостеровское здание Солнце падает, малую часть перегрева идет Не надо кондиционирования А вот в зимнее время, когда солнца мало Значит, его попадает достаточно много И, в общем-то, все хорошо Концепция этого микрорайона была Энергоэффективность плюс экологичность И второе, соответствие критериям Критериям зеленого строительства Вот такая амбициозная задача Вот здесь показана схема В общем-то, энергетического этого микрорайона Здесь есть фотоэлектрические панели на мачтах уличного освещения Здесь есть фотоэлектрические панели на крышах здания Здесь есть центральный аккумулятор Который аккумулирует эту электрическую энергию Когда она не нужна Вот показана синеньким Вот внизу Это и есть этот самый знаменитый аккумулятор электрической энергии Солнечные коллектора водонагревателей Используются Также идет аккумуляция горячей воды, нагретой от солнца Вот это с правой стороны От вас красненькая Где теплообменник стоит Там это все находится Да, были использованы Так Тепловые насосы были использованы В общем-то, в этом здании В этих домах Эти тепловые насосы Какую роль они выполняли? Для охлаждения вентиляционного воздуха в летнее время И подогрева воды для системы отопления в зимнее время Гибридная вентиляция Мы знаем, что в общем-то гибридная вентиляция Такая вентиляция, которая работает часы Когда температура наружного воздуха выше плюс 5 градусов И тогда работает, включается механическая вентиляция Вот поэтому называется гибридная вентиляция А в общественном здании была, значит, механическая вентиляция С утилизацией теплоты Наконец, была интеллектуальная сделана схема всего этого поселка И что интересно, вот нам часто показывают что-то подобное иностранное Ну вот это рядом метро Юго-Западное В Москве целый поселок с такими замечательно выполненными показателями И вот, обратите внимание, он удовлетворяет всем критериям зеленого строительства Когда говорят о зеленом строительстве, то часто говорят, что это очень дорого Там на 15%, на 10% удорожание Вот здесь удорожание общее оказалось всего-навсего на 1,5% Люди считали Вот, он удовлетворяет этот поселок и район требованиям зеленого строительства Зеленое строительство это рейтинговая оценка среды обитания человека Это проектирование зданий, направленное на достижение высоких показателей жизни людей Это будущее, оно внедряется в жизнь Мы разработали такие стандарты по оценке зданий по принципам зеленого строительства Жилых, общественных, спортивных зданий, экологические требования И сейчас выполнили работу по оценке стадионов Чемпионату мира 2018 года Опять же по принципам зеленого строительства Чтобы минимизировать потребление энергии Мы не просто ее разработали, нам надо было ее утвердить в ФИФА И ФИФА назначали нам зарубежных экспертов Которые были, в общем-то, экспертами других рейтинговых систем Конечно, они не были там с большой симпатией к нам настроены Но все-таки мы поехали туда, мы сделали презентацию Я лично делал эту презентацию И ФИФА утвердила нам эту систему И теперь мы имеем, в отличие от всех стран, российскую национальную систему Оценки стадионов к чемпионату мира по рейтинговой системе Но, в общем-то, понимаете У нас есть прекрасный сосед Финляндия И мы находимся примерно в одинаковых климатических условиях Но чего нам не хватает от экспериментального демонстрационного строительства Вот у них есть целый поселок Вики, около Хельсинки Где построено огромное количество зданий С разращиваниями, с типами, вот как я показывал И от солнечного электричества, и воды Но, вот видите, дом наверху Все панели это для подогрева воды А по стенам панели, которые дают электрическую энергию Это огромный поселок Вот что меня больше всего поразило Это то, что у них на улице солнечное теплооснабжение Для централизованного теплооснабжения поселка И оно, в общем, себя оправдало Построены дома с различными такими совместными Когда от солнечной энергии Затем переходит на вентиляцию И аккумулируется тепло в зимнее время Вот очень интересное использование архитектурное Видите, это такое круглое здание И вот когда солнце движется То в этом здании по периметру расположены различные сады Где можно отдохнуть И эти сады в то же время являются Приточными системами для вентиляции И когда какой-то сад освещает солнце Солнце оттуда поступает в вентиляцию И, конечно, наше будущее Это топливные элементы Когда мы можем действительно Делать здание с нулевым энергопотреблением Как далеко мы можем идти Возникает вопрос И, согласно директиве ЕС Все нововозводимые здания с 2020 года Должны быть с нулевым потреблением энергии Вот это такая цель Спасибо большое за внимание Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!